Автопробег Брест-Мурманск-Брест завершил свой патриотический тур по городам воинской славы России. Капсулы со священной землей Брестской крепости переданы в музеи Пскова, Архангельска, Севастополя, Грозного и вот теперь добрались и на северо-восточного соседа. Автопробег проходил в рамках проекта «Содружество» и его участники проехали в общей сложности порядка 30 тысяч километров. Именно поэтому в российском консульстве города над Бугом их встречали как героев. Наши герои, я не побоюсь этого слова, они действительно герои, доехали до Крыма, доехали до города Грозный и вернулись счастливыми в Брест. Но это было только начало нового летнего маршрута патриотов Белоруссии и России, людей, которые хотели продемонстрировать не только единение наших народов, но и активизировать патриотическую работу как в Белоруссии, так и в Российской Федерации. Я думаю, что это им всем удалось. Мне приятно, что я имел такую возможность и познакомиться с нашими героями, оказать им небольшую помощь и самое главное, для меня большая честь, сегодня их приветствовать в нашем генеральном консульстве накануне Дня города. Проект «Содружество» начал действовать с 2021 года, когда в рамках него участники Брестской делегации добрались до Иркутска. В нынешнем году посетили города боевой славы на пути Брест-Севастополь-Грозный Брест, а 19 июля вернулись из Мурманска. Мурманск мы планировали еще с декабря месяца, мы написали письмо в Мурманск, они нас пригласили и полгода к этому готовились, поэтому не поехать в Мурманск мы не могли. К сожалению, машина второго экипажа сломалась, но тем не менее мы капсулу со священной землей Брестской крепости довезли на одном автомобиле. И когда мы передавали, заммэра города Мурманска сказала, важно, что вы доставили капсулу. Это очень важно и замечательно. Это еще раз подтверждает, что мы думаем и мыслим одинаково, что наша основная задача, тот патриотизм, который мы получили от солдат, которые писали на стенах «Умираю, но не сдаюсь» молодому поколению, это наша задача передать тот патриотизм. Начатый проект «Содружество» будет продолжен и в 2023-м. Как говорят сами участники Брестской делегации, возможно, он будет выражаться не только в автопробегах, но и в экскурсиях россиян в Брестскую крепость, а также по местам воинской славы. Ведь время показало, что народы Белоруссии и России – самые близкие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова